На этой неделе в Наринмарском небе время от времени можно увидеть парашютистов. Это в рамках плановой тренировки навыки по десантированию отрабатывают сотрудники Наринмарской поисково-спасательной базы Росавиации. В Ненинском автономном округе планируют снизить налоговую ставку для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Законопроект с соответствующими поправками принят в первом чтении на сессии Собрания депутатов округа. В Ненинском округе стартовала пятая всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи. Автопарк заповедника Ненинский пополнили три новых снегохода «Ямаха» с зимними санями. Это стало возможным благодаря сотрудничеству со Всемирным фондом дикой природы. Депутаты окружного парламента заслушали отчет счетной палаты Ненинского округа о финансово-хозяйственной деятельности государственного муниципального предприятия Наринмардор Ремстрой за 2017-2018 годы. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. На этой неделе в Наринмарском небе время от времени можно увидеть парашютистов. Это в рамках плановой тренировки навыки по десантированию отрабатывают сотрудники Наринмарской поисково-спасательной базы Росавиации. За прыжками и спусками наблюдала и наша съемочная группа. Репортаж Алины Волучейской. От укладки зависит многое. На укладку Беркута, именно так называется парашют, который используют авиационные спасатели, у Алексея Андреева уходит около получаса. Оно и неудивительно. На счету мужчины уже 30 прыжков. Десантирований по спусковым устройствам и того больше. В региональной поисково-спасательной базе врач-экстремалы работают уже 10 лет. Я не знаю, алгоритмы оказания медицинской помощи, они одинаковые у всех медицинских работников. Единственное, может быть, способом доставки специалистов на десантирование с помощью парашюта, либо спускового устройства, либо лебедки. Только и всего. Ну и работа на свежем воздухе. Еще раз обращаю внимание на меры предосторожности. Все, что вы отрабатывали с вами на предварительной подготовке, в сроком соответствует. Когда вся группа на борту, винтокрылая машина направляется к месту выброски. Первыми с высоты 800 метров прыгают авиационные спасатели, которые используют парашют с круглым куполом. Вторая группа – более опытные десантники. Они прыгают с так называемым крылом и уже с высоты полутора километров. Всем бойцам поставлена одинаковая цель – десантироваться в назначенную точку. На земле она отмечена ярким крестом. С задачей справляются все, без исключения спасатели. После приземления немного времени на сбор парашютов, и вот они уже вновь направляются к вертолету. Еще одна очень важная часть тренировки – это десантирование по спусковому устройству, которое крепится к вертолету. Такой способ спасатели обычно используют при эвакуации тяжелобольных пациентов с морских судов. На землю с высоты 20 метров бойцы спускаются с помощью СУРа – специальной веревки. Зачастую это единственная возможность спасти человеческую жизнь. Об этом не понаслышке знает Сергей Вакорин. На тренировке он в качестве выпускающего. А прошлой весной принимал участие в эвакуации моряка с инсультом. Акватория Баренцевого моря, эвакуация тяжелого больного с инсультом, наполовину парализованного. Я спускался, снимал с борта. Там ветер не сильный был, волнение три балла. Спустился, выполнил стандартную операцию для нас. Любой из ребят сделал бы так же. В реальных спасательных операциях условия, конечно, другие. Сильный ветер, волнение на море и даже тип морского судна может в разы усложнить задачу. Поэтому на боевых вылетах очень многое зависит от пилотов. Как говорят сами спасатели, регулярные тренировки помогают еще и отрабатывать взаимодействие с экипажами поисково-спасательных воздушных судов. Тренировки проводятся ежемесячно. Уже третий год подряд на это выделяются серьезные средства госкорпорации по организации воздушного движения. Это позволяет и экипажам Наринмарского авиаотряда, и спасателям быть ежедневно готовыми к вылетам. Кстати, и спасатели, и авиаторы Нинецкого округа, хоть и негласно, но считаются лучшими специалистами на всем арктическом побережье России. В 2018 году из 11 спасательных операций в Северных морях, 6 были успешно выполнены именно этими профессионалами. Алина Волчейская, Антон Водряков и Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В Нинецком автономном округе планируют снизить налоговую ставку для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Законопроект с соответствующими поправками принят в первом чтении на сессии собрания депутатов округа. Речь идет о внесении изменений в закон об особенностях налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения. Представленным законопроектом предлагается отменить действующие в регионе дифференцированные налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения. В зависимости от категории налогоплательщиков они установлены в пределах от 5 до 15%. В частности, для налогоплательщика, выбравших объектом налогообложения доходы, планируется установить налоговую ставку в размере 1%. Для налогоплательщика, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, планируется установить налоговую ставку в размере 5% вне зависимости от вида деятельности предпринимателя. По мнению разработчиков закона проекта, снижение налоговой ставки для всех предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, послужит как повышению собираемости налога, так и увеличению количества занятых в сфере малого бизнеса. Мы решили, что Крайний Север, у нас все-таки есть определенная специфика, и даже 1, 2 и самозанятость, это уже серьезное, так сказать, развитие бизнеса, и их нужно поддержать. Тем более, что не просто стартапы поддержать, а тех, кто уже сейчас работает, это порядка 4,5 тысяч работающих у нас в системе малого и среднего предпринимательства, которому мы оказываем поддержку. Это, наверное, не такие большие деньги по сравнению с теми субсидиями и грантами, и поддержкой, которую мы оказываем по линии программы предпринимательства, но в то же время это охват и забота о всех предпринимателях. Количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Ненецком округе должно быть увеличено более чем на тысячу человек к 2024 году. Закон о проектах снижения налоговой ставки для всех категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему, принят в первом чтении. Планируется, что после его принятия во втором чтении закон вступит в силу 1 января 2020 года. В Ненецком округе стартовала пятая Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи. В Центре развития бизнеса прошла деловая игра для студентов средних профессиональных образовательных учреждений региона. Ребятам предстояло разобраться с кейс-задачей и защитить свою позицию. Владимир Гущин и Геннадий Вокуев студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума. Ребята учатся по специальности экономика и бухгалтерский учет по отраслям. Именно поэтому студенты решили поучаствовать в бизнес-игре. По ее условиям молодым людям предстояло продумать плюсы и минусы, которые получат индивидуальные предприниматели и государство при снижении налоговой ставки для бизнеса с 5 до 1%. Главными конкурентами студентов на это была команда из социально-гуманитарного колледжа. Несмотря на сложности в принятии решений, девушки блестяще справились с задачей. Галина Рочева признается, получить знания в игровой форме намного интереснее. Это расслабляет, во-первых, ты не чувствуешь всей такой ответственности, что именно игра позволяет, так как мы еще являемся студентами, которые уже заканчивают учебное заведение. И, конечно, для нас очень интересно, куда нам идти в дальнейшее плавание. Бизнес-игра проходит в рамках недели финансовой грамотности. Такая форма работы с молодежью, отмечают эксперты, дает студентам возможность проявить себя в разных ролях, которые пригодятся в будущих профессиях. Ребята, которые обучаются на финансистов, на экономистов, сейчас в техникуме и в педагогическом колледже, это будущие предприниматели, будущие управленцы нашего региона. Мы даем им такую возможность, так скажем, уже сейчас, почувствовать себя управленцем, понять, что такое управленческое решение, из чего оно состоит, и посмотреть на, грубо говоря, на проблему и на решение с разных сторон. В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности в регионе пройдет мероприятие не только для молодежи, но и для детей. Мы стараемся охватить как можно больше круг людей, это и молодежь, и совсем маленький, как сказала Ольга Юрьевна, детский сад у нас есть, и, допустим, студенты, школьники, учащиеся школ, и взрослое население, которое должно повысить свою финансовую грамотность, и, по крайней мере, получить ответы на свои вопросы, и встретиться с спикерами, которые могут рассказать о том, как вести себя в быту, и как защитить себя, допустим, от рисков, которые возникают в управлении финансов. Добавлю, в рамках недели финансовой грамотности запланированы различные онлайн-квесты. Один из них – «Финансовый детектив». Он пройдет 20 апреля для всех желающих. Депутаты проголосовали за улучшение условий труда для приезжающих специалистов. На очередной сессии собрания депутатов округа парламентарии приняли закон, призванный ускорить привлечение узких специалистов в области образования, культуры, спорта и туризма для работы в округе. Закон предлагает установить таким работникам процентную надбавку к заработной плате в полном размере с первого дня их работы в государственных учреждениях региона. На сегодняшний день в Ненецком округе процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях составляет 80% к окладу. Принят законопроект, позволяющий нам выплачивать специалистам, приглашенным нами для работы в государственных учреждениях в сфере образования, спорта, культуры, туризма, выплачивать с первого дня работы в данных учреждениях процентную надбавку к заработной плате в полном объеме. В первую очередь данный законопроект направлен на стимулирование процессов привлечения специалистов в округ. По мнению парламентариев, новый закон поможет снизить кадровый дефицит в сфере образования, культуры, спорта и туризма. У специалистов области медицины эта норма уже работает. То есть, если приглашенный специалист приезжает сюда, то он не ждет начисления по каждые полгода 5%, он получает сервенную отбавку сразу. Это упрощает ситуацию для поиска медицинских кадров. В сфере образования, туризма, культуры и спорта тоже есть такая проблема. Лично ко мне обращался ряд специалистов, которые работают в этой сфере, с тем, что, мягко говоря, уровень заработной платы их не устраивает. Ну, слава богу, что мы это решение приняли, и теперь округу станет проще привлекать специалистов. Эта мера поддержки будет действовать наряду с уже принятыми ранее успешно действующими на территории региона, такими как, например, выплаты подъемных, компенсация на найм жилья, в том числе и федеральной программой «Земский учитель». Мы пришли к ней, исходя из нашей практической каждодневной работы, когда мы ездим в наши особенно отдаленные села, там действительно людей надо привлекать. Для того, чтобы к работе, я имею в виду, если они являются таковыми специалистами. Проект закона одобрен депутатами и вступает в силу после его опубликования. Дополнительных средств из окружного бюджета на предлагаемые цели не потребуются, так как при расчете необходимых средств из окружного бюджета уже предусматривается финансирование должностей, в том числе вакантных, с учетом предельных надбавок. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Автопарк заповедника Ненинский пополнили три новых снегохода «Ямаха» с зимними санями. Это стало возможно благодаря сотрудничеству со Всемирным фондом дикой природы. Для каких целей будет использоваться новая техника и в чем ее преимущества, узнала наша съемочная группа. Эти снегоходы «Ямаха» имеют ряд преимуществ перед своими собратьями и идеально подходят для защитников природы Ненинского округа. Снегоходы четырехтактные, то есть они экономичны, они с минимальным выбросом загрязняющих веществ, с минимальным воздействием на окружающую среду, ну и у них очень большая грузоподъемность. То есть мы обычно в заповедник, когда выезжаем, везем как топливо, так и снаряжение, людей, персонал, различное оборудование. То есть можно, допустим, вместо двух снегоходов «Тайга» использовать один такой снегоход, как «Ямаха Профессионал». То есть это экономия, в том числе и бюджетных средств. Три новеньких снегоходы и зимние сани приобретены Всемирным фондом дикой природы и переданы заповеднику «Ненинский» в рамках сотрудничества. Всемирный фонд дикой природы уже достаточно давно сотрудничает с заповедником «Ненинский». У нас чаще всего мы проводим совместную работу в области каких-либо научных исследований, мониторинга биологического разнообразия. И вот ввиду того, чтобы расширить, скажем так, наше поле научно-исследовательское, для того, чтобы сотрудники заповедника могли в отдаленных частях находиться дольше и более уверенно себя чувствовали, как раз была приобретена вот эта техника. Такой подарок от Всемирного фонда дикой природы пришелся как нельзя кстати. Новая техника, уверенные экологи, в дороге не подведет. Благодаря этим снегоходам мы уже смело можем посещать наши самые удаленные участки нашего заповедника. Это побережье Баренцева моря, это и заказник «Ненинский», «Колоколковская губа», это и «Болванская губа», то есть больше шансов, так сказать, доехать без всяких поломок, переключений до наших отдаленных участков заповедника. Всемирный фонд дикой природы и заповедник «Ненинский» – давние друзья. И это не последний совместный проект в сфере охраны окружающей среды и изучения биологического разнообразия. Депутаты окружного парламента заслушали отчет счетной палаты «Ненинского округа» о финансово-хозяйственной деятельности государственного муниципального предприятия Нарьинмар-Дор-Ремстрой за 2017-2018 годы. Кроме того, в ходе заседания речь шла о ситуации на предприятии на сегодняшний день и его финансовом оздоровлении. Дорожное предприятие Ненинского округа Нарьинмар-Дор-Ремстрой находится в нестабильном финансовом состоянии уже несколько лет. Такое заключение озвучила счетная палата Ненинского округа. Увы, но кредиторская и дебиторская задолженность предприятия нарастает снежным комом с 2014 года. За период с 31 декабря 2017 по 31 декабря 2018 задолженность увеличилась кредиторская на 16,4 миллиона рублей, дебиторская на 54,4. Такое же состояние наблюдалось в наличии дебиторской и кредиторской задолженности в 2014, 2015, 2016 годах, которые были выявлены проверкой проведенной счетной палатой в 2017 году. Нарушения счетной палатой были выявлены и в ходе проверки контрактов Нарьинмар-Доремстроя. Вот они по одному объекту недополучили выручку на миллионы 800, по другому объекту получили штраф в размере 300 тысяч. По некоторым объектам контракты были расторгнуты, поскольку они в установленный срок не исполняли свои обязательства. Это к вопросу об организации работы и об управлении данным предприятием. Данная ситуация, отмечают аудиторы, сложилась из-за неэффективного управления предприятием. Несмотря на разработанный в 2018 году план финансового оздоровления, осенью того же года по решению суда был назначен арбитражный управляющий, который, по информации счетной палаты, не всегда в своей работе учитывает интересы региона. Мы не можем давать указания арбитражному управляющему, он назначен судом, и, соответственно, мы можем его только просить учитывать интересы округа. Интересы округа какие? Сохранить коллектив, сохранить имущество, сохранить производственные мощности и так далее. Значит, по нашему мнению, на текущий момент, учитывая, что контракты выполнены, и что коллектив, сохраненный и прочее, арбитражный управляющий к нашим просьбам прислушивается. На сегодняшний день в Наринмар-Дорием-Строе сохраняется непростое финансовое положение. Тем не менее, задолженности по заработной плате работникам нет, и, что немаловажно, удалось сохранить коллектив. Сейчас там трудится 180 человек. Поскольку у нас предприятие активно функционирует, пусть и в стадии внешнего управления сейчас, поскольку у нас нет оснований предполагать, что может возникнуть какая-то социальная напряженность, я категорически соглашусь с выводами счетной палаты о том, что в указанные годы было не совсем эффективное управление этим предприятием, но можно сказать, что в том состоянии, в котором он находится сейчас, оно находится в условно-стабильном состоянии. Это вот, наверное, оно находится под постоянным пристальным контролем со стороны предстоящего департамента. На следующем заседании комиссии будет заслушан арбитражный управляющий предприятие, который представит новый бизнес-план по выводу на Ренмар-Дориемстроя из кризиса. Александра Литкова, Вадим Носкин, Телеканал Север. Прокуратура Ненинского округа выявила факты нарушения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Данные были получены в ходе мониторинга интернет-ресурсов, которые предоставляли гражданам возможность купить электрические удочки для ловли рыбы. Вместе с тем, в соответствии с законодательством, индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам запрещается осуществлять добычу рыбы с применением орудий и способа вылова, воздействующих на водный биоресурс электрическим током. В связи с этим прокуратурой округа в феврале 2019 года в Октябрьский районный суд города Архангельска предъявлено 18 административных исковых заявлений о признании информации, размещенной на указанных интернет-ресурсах, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Требования прокурора судом удовлетворены, доступ к указанным информационным ресурсам заблокирован. Работа по данному направлению прокуратуры Ненинского округа продолжается. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды.